Пока российские атаки на украинские города усиливаются, Запад заверяет Украину в своей поддержке. И речь идет не только о поддержке прямо сейчас. Германия, Евросоюз и страны Большой Семерки обещают принимать активное участие в послевоенном восстановлении страны. На это может понадобиться почти 350 миллиардов долларов. Это оценка Всемирного банка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма еще больше — 750 миллиардов. И с каждым ударом российских ракет по украинской инфраструктуре эта сумма растет. Но откуда возьмутся эти деньги? Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер призывает не пугаться этих цифр. Шмыгаль прав, когда говорит, что это те суммы, о которых нам нужно думать. Но это в долгосрочной перспективе. Сейчас же необходимо начать. И как можно скорее. Я не хочу пугать людей, бросая в воздух цифры в сотни миллиардов или триллионов долларов. Сейчас нам нужно убедиться, что экономика страны продолжает работать. И для этого такие огромные суммы не нужны. По оценкам Еврокомиссии и МВФ, в следующем году Украине потребуется от 3 до 5 миллиардов евро только для покрытия бюджетных трат. Евросоюз готов предоставить треть от этой суммы. Получить эти деньги Украина рассчитывает как можно скорее. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к участникам экспертной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине 25 октября. Сейчас уже на этой конференции необходимо принять решение относительно помощи в покрытии дефицита нашего госбюджета на следующий год. Для Украины это непосильная сумма – 38 миллиардов долларов дефицита. Зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии – это средства первой необходимости. Но наше партнерство достаточно мощное, чтобы реализовать такую задачу. На конференции политики договорились создать платформу для координации усилий по восстановлению страны. По масштабам она будет сопоставимо с принятым после Второй мировой войны планом Маршалла. Важную роль в этом, по мнению президента Европейского банка реконструкции и развития Удиль Рено Бассо, должны будут сыграть и частные инвесторы. США, Европа и другие страны должны будут оказать определенную поддержку в восстановлении. Но я думаю, что часть ее будет финансироваться за счет деятельности частного сектора. Очень важна будет способность Украины после окончания войны привлечь иностранные инвестиции, чтобы частный сектор инвестировал в страну. Это будет в значительной степени зависеть от наличия хороших условий для ведения бизнеса, верховенства закона, прозрачности, эффективного управления. Но по мнению Вернера Хойера, инвестировать в страну нужно уже сейчас, не дожидаясь конца войны. Это предполагает определенные риски. И эти риски должны быть застрахованы. Его банк инвестирует в Украину с 2007 года. И Хойер не понаслышке знает, о каких рисках говорит. У нас был опыт восстановления больницы, строительства которой мы профинансировали 10 или 15 лет назад. И вдруг она была снова разрушена. И это может случиться снова. Это требует хорошего управления рисками и, конечно, распределения рисков. Нужны хорошие гарантии со стороны Европейского Союза. Альтернативой было бы ничего не делать и ждать, пока война закончится. Пока мирное соглашение не будет подписано и ратифицировано нашими парламентами. К тому времени ущерб может быть намного больше. И общий счет, который нам предъявят, будет в разы выше. Обещая миллиардную поддержку Украине на годы вперед, западные лидеры не должны забывать и о проблемах в своих странах, росте цен, инфляции и угрозе рецессии. С приходом более консервативных политиков к власти приоритеты могут измениться. И это будет означать, что львиная доля ответственности ляжет на международные финансовые институты, считает глава МВФ Кристаллина Георгиева. Будет сложно. Мировая экономика столкнулась с серьезными проблемами. Страны сползают в рецессию и оказывать финансовую поддержку Украине будет сложно. Но именно для этого и существуют международные финансовые институты. Мы были созданы в середине Второй мировой войны для восстановления и реконструкции. И именно этим мы и будем заниматься в Украине и вместе с Украиной. План Маршалла для Украины – это задача для нескольких поколений политиков, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также подчеркнул, что инвестиции в Украину сейчас – это инвестиции в будущего члена Евросоюза.